здравствуйте друзья у нас письмецо хотел бы поинтересоваться у вас таким вопросом возможно он покажется вам интересным для видео как вы считаете верно ли такое утверждение с возрастом время идет быстрее в качестве примера приведу свою ситуацию возник вопрос в том контексте что иногда меня в том числе и после просмотра ваших видео посещают мысли о том что раз я хотел бы жить в другой стране в данный момент это украина а пристальные взгляды направлены в сторону канады сша то делать что-либо необходимо уже прямо сейчас иначе спустя несколько лет уже все может быть еще сложнее чем на данный момент на сегодняшний день мне 28 и я работник атомной электростанции с образованием инженера-атомщика женат без детей владею разговорным английским работая в данной отрасли я приблизительно могу судить по коллегам что меня ожидает в профессии в процессе профессионального роста через 5-10 лет работы но ведь делать совсем не заработной плате а в уровне жизни в целом и поэтому если есть желание что-то менять жизни то необходимо это делать прямо сейчас так как со временем на это будет меньше возможности для этого будет меньше возможности меньше времени меньше времени или же наоборот не наднестись сломя голову а пытаться все делать выверенно и размеренно невзирая на временные рамки я сказал что у этого вопроса есть как бы два разных совершенно аспекта пусть когда я начал читать я подумал об одном аспекте а потом когда уже письмо заканчивалось там получился другой с возрастом время течет быстрее в прямолинейном таком понимании я бы сказал что это соответствует моим наблюдениям это утверждение вне контекста вопроса более широким и я с разными людьми там разных возрастов на эту тему разговариваю уж меня это тоже интересует и действительно получается такая история что как-то вот пока молодой тот тянется и тянется и тянется вот например когда там следующий день рождения кстати вот там ребенку 10 лет он думает когда мне будет 11 эти а когда тебе там допустим вот знаете мне говорят у вас там скоро день рождения веду как день рождения потому что к праздновали 60 вот вроде вчера недавно вот там ну слушай потом дома мородная действительно туда апреля что осталось там два месяца и день рождения эти год пролетел мяукнуть не успеваешь эти и и все и целый год то есть в этом смысле действительно я бы сказал что как-то вот так получается но в контексте письма давайте мы туда пойдем я бы сказал что есть такой вот в английском языке есть такое понятие window of opportunity то есть вот есть окошечко да есть какая-то возможность вот этой возможности есть вот это окно вот это вот вот место она или она там проскочила или не проскочила так но закрылась окошко открывается возникает opportunity потом она закрывается допустим 20 там с лишним лет назад было открыто окошко можно было например пойти и если вы в состоянии это делать вы могли например там начать какую школу по тестированию например вот как как со мной приключился и но мы допустим а я была первая но еще в течение может быть там лет пяти шести после этого все они возникали возникали вот было такое окно они правда не выжили когда интернет бум обвалился мы были единственное которое выжило но выжили мы только потому что мне было жалко бросить то есть это не было бизнесом который себя нес поэтому люди закрывали а поскольку у меня какие-то резервы были я в это время страхованием занялся помещение все равно было вот этом по два по три человека их учил просто чтобы не останавливаться против вот поэтому было окно сейчас сейчас вы не можете этого делать час вы можете репетитор случае а вы можете там пойти чего-нибудь такое продвинутое предложить людям которые уже работают и хотят больше денег получать но что-то я такого сильно успешных операций таких не вижу вот свои проблемы там есть чего рассказывать есть окно я рассказывал как-то историю деда своего который молодые годы там мечтал уехать в америку очень интеллектуальный был человек и хотела уехать и не уехал тут первая мировая потом гражданская потом женился потом дети и казалось бы уехать можно было даже вот в двадцатые люди уезжали но он как-то так вот значит включился в экономическую жизнь там был нэпманом пройти вместо чтобы болеть оттуда черты матери там взять жену ребенка и там двух детей да и болеть он вместо этого вот на прям вот как когда горбачев то пришел и подумалось я вот сам такой дедушка да и подумалось я сейчас заживем понимаешь сейчас тут бизнес то можно все можно вот и вот он и так никуда и не уехал поэтому я в этом смысле то есть мой путь с дедушкиным разошелся было окошко и окошко вот его окошко деда было связано не с тем что уже нельзя было уехать оно было связано с тем что он переключился на какие-то другие возможности понимаете он переключился сознание переключилась окошко закрылась мы это очень часто видим в политической жизни вот приходит какая-то команда к власти и собам и это было и с клинтоном это было вот они приходят и вот есть окно вот есть какой-то драйв есть какой-то импульс такой открылась окошко могли что-то сделать а потом что-то они туда побежали сюда побежали что-то их отвлекло тут отвлекло там там еще чего-то и закрылась окно поэтому при том что вроде бы те же партии вроде голосов меньше не стало а уже как уехал и все уже стало понятно что это не те люди и так похерилась ну это в политике значит окно вот это окно его надо ну желательно как-то чувствовать осизать понимаете и очень многие люди там куда-то могут ринуться окна там никогда и не было а другие например и не поняли а попали в это окно например вот вот с нами со светланой так произошло тоже когда мы только вот осваивали здесь и было такое окошко в мире недвижимости нам-то просто квартира была нужна поэтому мы не имели ввиду что мы сейчас ее купим и она в цене вырастет мысли таких не было больше того нам друзья которые тут уже жили по 10 лет они говорили что же вы делаете разве можно покупать квартиру там же вот этот association фи там надо месячные платежи это выкинутые деньги покупать надо дом там земля земля таки растет понимаете но нам надо было где-то жить мы купили эту квартиру которая выросла за это время там в 6-7 раз цене там за 25 лет потом мы купили дом и мы не купили дом чтобы он вырос в цене там в 4 5 раз нет мы купили дом потому что у нас зарплата росла нужны были списания налоговые обидно было вот так все отдавать ну и нам вот который по налогам может надо вам какой-то домик но уже посолиднее чем квартира с квартиры не испишешь ничего и вот мы пошли купили этот домик то есть мысль то была на налогах сэкономить было окно я почему говорю что когда есть окно в это окно зачастую значит уходят это какое-то другое пространство люди которые вообще просто мимо шли ну чек шел мимо там смотрел по сторонам и сам не заметил как в этом окне оказался задним числом конечно они могут рассказать ой да я там круто это просто шли вот так вышел с ним так что надо критично относиться к историям всяким потому что действительно бывает вот такое окно мне все время говорят что вот сейчас вот это было окно там можно было пойти переучиться на тестера сейчас она типа ну последние 25 лет мне кажется она уже закрылась или сейчас вот прямо сейчас закроется и она она так немножко так сужает щелочка то есть надо соответствовать лучшую сна так проскользнуть то есть надо подучиться побольше там и так далее но пока вроде есть значит а может закрыться понимаете любая любая дырочка любое окошечко может какой-то момент закрыться поэтому в частности когда человек этот мне 28 я там чего-то хочу и сейчас вроде бы есть вот такое окно и они закроются ли она это тоже риск понимаете это тоже риск и тем более вот вы видите вот эта администрация новая которая с таким явно анти иммиграционным таким намерением причем если бы их анти иммиграционность распространялась исключительно на допустим нелегалов на людей которые нарушают законы и для республиканцев как бы это было бы понятно они так вот правильный закон то вот как порядок есть порядок по один порядок для всех там это я еще понимаю такой разговор но вот так как на на самом деле происходит да то есть с одной стороны собираются там триллионами вкладывать в экономику и создавать бумирующие такой рынок труда и с другой стороны выкидываются этого рынка там несчастных этих которые на h4 сидят на одну зарплату там живут с женами с детьми ну я не знаю это додуматься то есть я не я у меня не укладывается в голове как можно одновременно идти на то чтобы экономика рванула и одновременно с этим выкидывать отнимать право на работу у людей которые у которых есть право на работу в общем я не знаю почему рассказ дурной такой дурной такой режим не логичные не непоследовательный что там будет дальше я не знаю но опять ну трамп и не вечные там хотя если законы принимаются то законы они как бы более такие продолжительные в своем действии то есть принять закон это одно отменить закон это уже совсем другое сложнее бывает или вот например сейчас сколько там осталось сейчас нас февраль да значит вот осталось меньше двух лет там год и девять месяцев 8 9 месяцев осталось до очередных выборов на этих выборах переизберутся полностью палата представителей и на треть сенат конгресса сша вот есть окно вот у нынешней администрации есть окно вот там 12 месяцев 24 месяца два года хотя уже вот мы видим меньше остается значит и вот что дальше понимаете они в это окошко там поместят чего хотят или не поместят или пройдет два года и это очень очень часто бывает вот когда много надежд связано с чем-то эти надежды не очень оправдываются вот с клинтоном была такая же история избрали клинтон демократ президент демократический конгресс демократическое большинство в палате представителей проходит два года и куку и нет больше большинства профукали вот было окно они в это окно вместо того чтобы там другой мир уйти они просто плюнули в это окно и все высморкались бумажку выкинули туалетную все поэтому возвращаясь к молодому человеку никто же вам не скажет вот здесь окно значит закрывается в такого-то числа в такое-то время понимаете такого нет соответственно вы смотрите на это и вы сами должны соображать вы спрашиваете себя вот это окно которое есть сейчас да она заклопнется это не только окно в виде там трампа или там канадского правительства или там европейских стран тоже неплохо кстати там где-нибудь в англии германии там чем плохо но во франции но вопрос в том что есть еще другие окошки да вот он женат детей нет а когда дети появились а бывает ситуация когда не дай бог но вот со здоровьем проблемы а бывает не со своим здоровьем а там скажем родители твои или жены и вот нужно быть рядом и так далее и пошло и поехало это хорошо когда тебе 28 лет а когда те там 44 да это уже дурно саду же немножко другое то есть скорее всего у уже будут дети скорее всего ты уже повязан там будешь чем-то недвижимостью какой-то или зачем дай бог чтобы была недвижимость конечно легче его сниматься тому у кого ничего нет раз так и полетел что там 5 ничего поэтому молодежь она более подвижно очередь у нее ничего нет как раз на туда прибежал сюда побежал молодежь более динамичным меньше меньше обязанности меньше ответственность так делай и все отлично все что не делаешь все опыт жизненный хорошо значит давайте еще раз если желание что-то менять жизни необходимо делать это прямо сейчас так как со временем будет меньше возможности и меньше времени да есть еще другой аспект временной возрастной состоящий в том что наша способность к какому-то не действую к напряжению потому чтобы выдерживать какое-то напряжение стресс уменьшается и допустим если вы хотите освоить новую профессию например в 21 год вы ее освоите даже не не заметьте в чем произошло так ну вот какую-то не очень сложную типа того того же тестировщика да вообще не понял как произошло там тебя взяли куда-то за то что молодой да и понеслось а попробуй тоже самое сделать когда ты вдвое старше это совершенно другой калинкор то есть возникает вопроса а уже не так учиться знаете уже не так учиться уже нужно гораздо больше времени потратить чтобы освоить тот же материал который раньше вообще не заметил как получилось а тут ты сидишь и сидишь и тут ты устаешь если ты там в 20 лет ты мог заниматься там не знаю 14 часов день но если приспичило да то сейчас уже не можешь столько плюс восприятие другими людьми тебя меняется одно дело берут молоденького другое дело берут который уже вроде вдвое старше а вдвое старше он ну ему 15 долларов же не дашь ну на рынке я не имею ввиду когда тебя со школы на интерншип это одно но на рынок вот и пошел на рынок выдать 15 долларов тому кто там из сити колледжа понятное дело все рады до компании недорого там человек рад а сорокалетний мужику как как ему 15 долларов предложить из себя не уважать это же ну как понимаете поэтому и вот начинается с возрастом поэтому безусловно одно и то же окошечко которое может быть существует долго долго существует она может быть в размерах как бы начинает меняться сужается а есть еще такая знаете история когда затоптали вот как понеслась толпа и снесли окошечко нет его больше знаете так тоже бывает вот мне это напоминает то что сейчас происходит вот там в украине с работами войти до крымских донбасских событий у нас были ребята вот я постоянно же получаю там как какую-то корреспонденцию от тех кто наш онлайн и вы курс смотрит там и они находили работу я в киеве в харькове то где те кто у нас там ветераны канала может быть помнят там мальчик был в девятом классе 16-летний там пацан был и он в школе вроде учится и в то же время там его куда-то на работу взяли на порт-тайм и он вот такой еще там с телефоном ходил снимал дорогу от дома до работы просто было как я хочу бах твою а сейчас мы как рвануло да потому что платят как бы нормальные деньги и в других областях перестали платить там окошки по закрывались а это вот есть в это окошко все рванули и затоптали вот буквально на днях там когда мы обсуждали похожую ситуацию там человек говорит что сейчас вот с киеве говорит он на entry level позицию на начальную позицию приходит по 200 с лишним резюме 200 с лишним резюме а там три-четыре года назад там заходи и забирай окошечко тут окошечко там тут закрылась там открылась так что что сказать нет ответа такого чтобы сказать вот так делай конечно если если окошко есть уже многие скажут сейчас а сейчас нет окошко визы не дают да вот иди в киеве там в посольстве не получи визу а витами за не дают где окошко ну можно и так сказать а можно так немножко так ужаться там начать соответствовать окошку я не знаю там советуют это шенген там поезжай туда поезжай сюда еще что-то кто-то ужмется и проскочит кто-то не ужмется и не проскочит по всякому поэтому вот сейчас так то есть можно сказать окошко особые нет я просто вижу все время людей которые приезжают с украины пол школы вот так что вроде как есть или там оно такое что не каждый проскочит но как бы те кто сильно хотел там те проскочили ну дай уже к 11 часам тут это у меня с парковочкой то не все идеально сейчас будем искать поэтому знаете может быть чем закончу была такая фраза известная в наше время не знаю кому принадлежит но мысль интересная звучало так что молодость это значит дается чеку чтобы обеспечить старость как-то вот так то есть нельзя профукивать молодость вот то есть молодость пройдет если ты не использовал правильно то потом я так это интерпретирует то потом ты уже этого времени не вернет и как бы это повлияет на то что потом своей жизни случится поэтому в моем сегодняшнем понимании я бы сказал так что существенно чем-то в молодости заниматься а 20 28 это еще довольно молодой человек значит чем-то заниматься к чему-то стремиться и что-то делать это не обязательно получится вот так как ты задумал но чего нельзя делать чего нельзя себе позволять это не делать ничего вот вот это прокрастинация да то есть вот когда ты сидишь и говоришь ну может быть вот сейчас видишь там кого-то выберут может быть там чего-то сейчас произойдет а вот вдруг там как-то я пока посижу вот это плохо потому что ты не не набираешь очки если ты двигался в каком-то направлении которое тебе казалось интересным важным полезным обещающим и у тебя не очень получилось совершенно нормально не даже не заморачивайтесь главное чтобы был уже было чем дальше заниматься чтобы это не прошло через какую-то катастрофу жизни вот без этого вот и тогда и будет нормально но если так и миграция конкретно что сказать я бы не откладывал то есть если уже ты хочешь чего-то делать значит делай вот это не значит что потом этого нельзя будет сделать но это значит что мы не знаем вот вот правда мы не знаем то есть вероятность того что это произойдет позже даже если мы сегодня это окошечко прозеваем пропустим там скажем ну потом как-нибудь там другое окошечко будет может и будет но уже как бы вероятно снижается поэтому я бы вот на это так посмотрел счастливо